Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. О самых свежих новостях студенчества узнаете прямо сейчас. С вами Елизавета Евтифеева. Мы начинаем. Форум «Ислам в мультикультурном мире» продолжился пленарным заседанием. В общежитии КФУ открылся Центр деятельности органов студенческого самоуправления. 10 ноября в отеле Корстен проходит торжественное мероприятие, посвященное 60-летию акционерного общества «Научно-производственное объединение Государственный институт прикладной оптики». В мероприятии принимает участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. А теперь к остальным новостям. 10 ноября в зале попечительского совета КФУ прошло пленарное заседание 7-го международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Актуальные вопросы исламоведения и исламского образования стали темой 7-го международного форума «Ислам в мультикультурном мире». 10 ноября на базе Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание. Казань исторически являлась местом пересечения Востока и Запада, всегда играла определяющую роль в азиатском векторе внешней и культурной политике российского государства. Достаточно вспомнить, что значительная часть имамов, проповедующих в регионах Средней Азии и Сибири, получала свое религиозное образование именно в казанском мадресе. Форум «Ислам в мультикультурном мире» проводится для объединения научных сил специалистов, занимающихся исламской проблематикой. Мы давно вышли из узких рамок научных конференций. Здесь принимаются вопросы и стратегического плана, здесь обсуждаются и прогнозы, делается анализ и мониторинг целого ряда направлений именно современной религиозной жизни. Поэтому за этим столом ученые, за этим столом специалисты органов власти управления, здесь специалисты не только академические, но и вузовские. Принять участие в форуме собрались ведущие зарубежные, отечественные ученые-исламоведы, представители органов власти Российской Федерации и Республики Татарстан, мусульманского сообщества России, Татарстана, российских исламских вузов и мадресе. Мы должны концентрироваться на те принципы, которые нас сближают, и те моральные нормы, которые помогают нам лучше понимать друг друга. И, конечно же, это основная цель конференции, которая приведет нас к будущему, к взаимопониманию и мирному существованию. В течение года проходил мониторинг ситуации в традиционно исламских регионах России, направленное на выявление тенденций распространения экстремистских и радикалистских настроений. Было выявлено, что ситуация постепенно стабилизируется, но это не означает, что проблема решена окончательно. Если мусульмане своим личным примером, своей нравственностью явят то, что они люди знания и образования, высокой культуры и цивилизации, то они смогут сделать то, что сделали наши предки в третьем столетии распространения ислама. Когда многочисленные народы принимали ислам, будучи покоренными не силой оружия, а благодаря распространению таких высоконравственных, этических, моральных сторон, которые представляли мусульмане к тому времени. Очень важно с точки зрения самой науки развитие сломовения, потому что за годы советской власти, к сожалению, мы многие свои сломоведческие традиции теряли, их надо возрождать. Очень важно с точки зрения изучения современных процессов. Это для экспертного сообщества. Сегодня мы должны правильно строить и профессиональную политику по отношению к мусульманам. Это важно с точки зрения самих мусульман, они должны знать, что происходит сегодня внутри самой умы. В 2017 году исполнилось 210 лет Казанскому академическому востоковедению, традиции которой были созданы более 200 лет назад, сохраняются и по сей день. Казанское академическое востоковедение по-прежнему процветает, развивается. Нам скоро исполнится 213 лет. Практически после создания сразу Казанского университета знаменитый был создан впоследствии Восточный разряд, сыгравший ключевую, конечно, роль не только в развитии отечественной ориенталистики, но и в вопросах сближения и взаимопонимания носителей различных культурных традиций, а также осмысления их религиозно-философского наследия. В рамках формы будет положено начало знаковой инициативе востоковедов Казанского университета проведения Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Сокровище, которое вы ищете – арабский язык, который пройдет с 1 по 2 декабря. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Общежитие номер 8 Казанского федерального посетил ректор университета Ильшат Гафуров. Поводом встречи стало открытие Центра деятельности органов студенческого самоуправления и нагородних студентов КФУ. Подробнее смотри в сюжете. Центр деятельности органов студенческого самоуправления и нагородних студентов открылся в Казанском университете. В честь торжественного мероприятия по традиции ректор университета Ильшат Гафуров разрезал красную ленточку. На мероприятии студентами было отмечено особое внимание ректора Ильшата Гафурова к улучшению условий проживания нагородних студентов и созданию условий для развития органов студенческого самоуправления в общежитиях университета. Отдельно хотелось бы, конечно, поблагодарить за проведение ремонтных работ в наших общежитиях и создание центра, где мы имеем все условия для организации внеучебной деятельности иногородних студентов. Председатель первичной профсоюзной организации студентов Казанского университета Юлия Виноградова рассказала о результатах недавно проведенного мониторинга. Он проходил среди иногородних студентов, проживающих в общежитиях Казанского университета на предмет выявления жилищно-бытовых проблем. Результаты показали, что большинство студентов устраивают условия проживания, но в некоторых общежитиях студентам не хватает мебели. Ильшат Гафуров отметил, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен и решен. Поставлена задача, в том числе и мной перед собой, чтобы мы качество проживания в общежитиях студенческого городка, как вы их делите сейчас, то есть тех старых общежитий, которые мы имеем, привести в порядок и подвести под те стандарты, которые есть в деревне универсиады. Всем присутствовавшим был показан видеоролик об истории развития общежитий Казанского университета. Отличившиеся студенты-первокурсники, проживающие в деревне универсиады и активно участвовавшие в социально значимых культурно-массовых и спортивных мероприятиях, были награждены дипломами и памятными подарками. На память все участники сделали общее фото с ректором Казанского федерального университета. Более подробную информацию с этого события смотри в наших следующих выпусках. Анна Глазунова, Леонард Довлетиаров, Владислав Михневский, Универньюз. В Институте физики Казанского федерального университета состоялась лекция «Аккреционные процессы в астрофизике». Лектором выступил профессор Московского государственного университета. Подробнее в следующем сюжете. Для студентов Института физики КФУ выступил профессор Московского государственного университета и ведущий научный сотрудник OpenLab рентгеновской астрономии, стратегической и академической единицы «Астровызов» Казанского федерального университета Николай Шакура. Лектор рассказал о наиболее важных и принципиальных разделах современной теории дисковой и квазисферической аккреции на черные дыры и замагниченные нейтронные звезды. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Юридический факультет Казанского федерального университета провел необычное мероприятие для своих первокурсников. Лейтмотив – борьба с коррупцией. Подробнее ты узнаешь прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Коррупция – это бич общества, с которым борются почти с момента появления цивилизации. И кто, как не будущие юристы, должны это понимать? Именно поэтому 9 ноября юридический факультет Казанского федерального университета решил провести необычное мероприятие для своих первокурсников, чтобы студенты почувствовали все последствия этого тяжелого преступления. Мероприятие проходило в виде квеста. Задание одно, но непростое – закрыть сессию. Квест мы этот проводим в формате информационно-просветительского, специально, чтобы студенты именно на первом курсе, во-первых, сами попробовали себя в качестве уже студентов, которые сдают сессию, почувствовали эту ответственность, те знания, которые есть у них, хватает, не хватает в этом контексте. И плюс даем определенные базовые знания по поводу коррупции, что это такое, куда обращаться и как с этим вообще жить. Преступлением является как дача, так и получение взятки. И наказывается обоюдно. Чтобы усвоить этот урок, первокурсников разделили на две неравные группы. Одна группа – обычные студенты, которые хотят закрыть сессию, а вторая – преподаватели, которые иногда пытаются уговорить студентов дать им денег за зачет. Моя задача в этом квесте – уговорить студента дать мне взятку и проверить, насколько он порядочный. Вот пока одна группа студентов попались очень честно и считает, что взятка – это плохо. Но вторые, к сожалению, оказались не такие же харизматичные и дали взятку. Чтобы победить в этом квесте, надо закрыть всю сессию честным путем. Студенты об этом не знают. Для них главная задача – это просто получить подпись преподавателя. Поэтому часть из них в финале ждало большое разочарование. И победа, которая была так близка, стала для них провалом. Олег Ашин, Роман Самарин, Универньюз. Это были все новости на сегодня. Следи за нами во всех социальных сетях и будь всегда в курсе главных событий КФУ. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова